Петропавловская крепость Васильевский остров и многие другие интересные места Поехали! По левую сторону сейчас вы видите Троицкий мост Постоянный Троицкий мост Проект французской фирмы Батинь Оль Троицкий мост был открыт в 1903 году Сейчас вы видите Адмиралтейство Архитектор Захаров Дальше вы видите Исаакиевский собор Архитектор Монферран Петропавловская крепость представляет собой целый комплекс зданий Включая Петропавловский собор Где находится усыпальница Романовых Где похоронены русские императоры и императрицы От Петра Первого до Николая Второго За исключением Петра Второго и Иоанна Шестого Кроме того, комплекс включает Монетный двор, шесть бастионов, два раплина и кронверк То есть земляные валы в виде короны После отвоевания немецких земель В 1703 году Петр Первый решает построить крепость Для защиты от шведской армии и флота Крепость была заложена по приказу Петра Первого 16 мая По Юлианскому календарю 27 по Квегарианскому В 1603 год На Заячьем острове или Люстгольм Со шведского села В маленьком островке на реке Неве Построенная во время Северной Войны крепость В итоге военные местных участия не принимала Крепость была дополнена шестью деревянными бастионами Позже, в 1706-1740 годах, переделанных в камень В 1720 года крепость становится базой городского гарнизона И тюрьмой для высокопоставленных и политических заключенных Тубецкой бастион, построенный в 1712-1733 годах Становится основным тюремным блоком В нем содержали подследственных Дольше двух лет заключенных здесь не находились По окончании следствия отсюда заключенных Либо направляли на поселение или на каторгу Либо приводили в исполнение смертный приговор В 1712-1733 годах строится Петропавловский собор С 123-метровой колокольней и куполом Украшенным ангелом Это был первый собор в городе, построенный в камне Вопреки традиционному облику православных церквей В 1731 году на Нарышкином бастионе Строят влажную башню, на которой поднимают флаг При императоре Александре I в начале XIX века Крепость впервые была открыта для посетителей Последним узником крепости были министры временного правительства В 1929 году крепость была превращена в музей Эти в каторгу Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вы можете увидеть Васильевский остров, а рядышком находится Дворцовый мост. А на этом наша экскурсия заканчивается. Я надеюсь, Вам все понравилось. До новых встреч! Друзья, чтобы оставаться в форме, подписывайтесь на мой канал вот здесь. Я всегда рада Вашим комментариям. Оставляйте Ваши комментарии вот здесь. До новых встреч!